Это... это твоя-то жизнь невыносима, вот уж рассмешила. Это я живу в настоящем аду! Ты себе и представить не можешь, каково мне было всё это время! Но не сейчас, потому что той, кто ощутит на себе адское пекло в этот раз, будешь ты! Все садимся на свои места! Итак, начинаем урок. Короче, сегодня мы сделаем с вами работу над ошибкой по вчерашней контрольной. После чего в спортзале вас будет ждать учитель физкультуры для занятий боксом. Он чё, серьёзно насчёт бокса говорил? Я думал, он пошутил. Да он чё, угорает что ли? Да у него старческий маразм походу, всё равно надо идти, он сказал посещение обязательно. Кстати, насчёт обязательного. Ну чё, как сегодня Дашку-то стебать будем? Блин, реально, чё бы придумать, шутки уже заканчиваются. Да ладно, придумаем чё-нибудь сходу. Да и в любом случае, всё равно поржём. Ну да. Точно? Точно. Ну и ладненько. Полностью согласен. Всем приветики! Меня зовут Даша-путешественница. Ну привет, дружочек! Привет! Что-то не так? Может тебе нужно хелп? Да нет, всё нормально. Ты уверен? Ну ладно, можно мне тогда взять твой карандаш? О, вкус, дружочек! Но нам его нужно сначала найти, не так ли? Помоги мне найти карандаш. Эмм... Вот. Да! Есть! Есть! Лааааадно... Эмм... Откройте свой учебник на страница номер 56 О, не! Я забыла подключить мой английский книг в школу! Ха-ха! Ребята, а кто-нибудь из вас хочет пойти искать мою книгу по-английски? Даша, мне кажется, ты сегодня не очень хорошо себя чувствуешь. Ты не заболела? Я несу ответственность за все то, что тут происходит. И, честно говоря, ты меня беспокоишь. Так что сегодня я освобожу тебя от уроков. Сходи в больницу или что-то типа того. В больницу? Ну, в больницу, да. Но учите. Нанде ска, дурочан? Не могли бы вы мне помочь? Окей. Скажите, как именно я должна выйти из класса? Через двор или через уиндол? Даша, просто выйди уже через дверь, хорошо? Ты должен сказать это на английском, мадов пока. Нахер больницу, запихайте эту поехавшую в дурку. Даша! Где-то я проебался. Диего? Я говорил ему лучше войти через дверь, но нет, этот придурок настаивал, он всегда делал такую хрень. Не ссыть, и он скоро очнется. А чё тебе хер постоянно торчит? А что, завидуешь или присматриваешь? Всего 200 бочей за минуту? Эй, не, не надо. Госпожа Даша? Я бы хотел с вами кое о чём поговорить. У меня есть предложение, которое просто обязано вас заинтересовать. Это большая честь наконец-то с вами увидеться. Меня зовут Альфонсо Флейман. И я представляю одного очень известного продюсера. Я рада с вами познакомиться. How can I help you? Я не буду ходить вокруг да около. Кратце, я пришёл предложить вам работу. Работу? Минуточку, что это вообще значит? Как ты вообще можешь предлагать ей работу после того, что с ней было? Эм, Диего, башмачок, вы чё тут делаете? Сегодня с утра они анонсировали новый фильм про Дашу. И как видишь, тебя об этом никто заранее не уведомил. Что? Даша, я понимаю, ты сейчас несколько расстроена, но не беспокойся об этом, ведь я всегда буду рядом и буду помогать тебе. Я знаю, у тебя была непростая жизнь, и я собираюсь полностью это изменить. Скажи, как окружающие относятся к тебе? Ну, с утра ко мне все были добры и обходительны. Отлично! Это всё из-за того, что они услышали о том, что ты возвращаешься. Ты видела, как люди обращаются с тобой, и ты должна задать себе вопрос. Один, единственный вопрос. Специально ли они хотят задеть тебя, или просто цепляются за ту, Дашу, другую, из прошлого? Но иногда лучше просто пустить всё на самотёк. И для этого тебе нужно просто подписать этот контракт. Эй, слышь! Не смей манипулировать ей! Я вижу, что ты просто хочешь обмануть её! Не смей этого делать! У неё сейчас трудный психологический период! Да как ты вообще посмел? И где мне подписать? Даша! И, кстати говоря, мы уже всё обсудили с твоими родителями, так что... БЛЯЯЯЯ bize! Опять эти мракобесы! Осталось только подписать, Даша. СТОЯТЬ! А ну живо убрала свои руки с этой бумажки, иначе ты умрёшь! Да это... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова